В День защиты детей отмечают сегодня во всем мире концерты, соревнования, призы и подарки. Все для юного поколения. Настоящий праздник для ребят подготовили и в Центре патриотического воспитания молодежи в Вялках. Вспомнила счастливое детство и наш корреспондент Мария Антонова. 1 июня дети всего мира получают в свой адрес поздравления. Вот и в Вялках 140 ребят стали участниками настоящего праздника. Много добрых слов в этот день им сказали представители власти и общественных организаций. Я бы желаю детям, чтобы у вас было детство, именно в том широком понимании детства, которое должно быть. Безоблачное, светлое, радостное, чтобы у вас все получалось, чтобы вас родители любили, взрослые не обижали и все у вас было хорошо. После поздравлений дети возложили цветы к памятнику погибшим при выполнении своих боевых задач. Организаторы отметили, что в любом празднике нотка патриотизма важна. А уже далее мероприятие продолжилось концертной программой, участниками которой стали сами дети. Помимо концертной программы для детей подготовили веселые старты, соревнования в дартс и многие другие развлечения, от которых главные виновники торжества остались довольны. Мне понравилось, когда мы бегали на лыжах и приодеваемся в костюмах, когда бегаем. Еще выступление очень понравилось. Такое мероприятие здесь стало уже традицией. Его провели пятый год подряд при поддержке общественной палаты округа и Совета депутатов. Очень хотелось, чтобы дети вырвались из дома, подышали свежим воздухом, побегали, попрыгали. И приглашали мы, конечно, в основном делали акцент на тех родителей, на те семьи, которые в обычной жизни не всегда могут себе позволить. Какие-то поездки, ну а тем более это многодетные семьи, всегда затруднительно вывозить большую семью на какое-то мероприятие. А здесь мы организовали праздник, свободная территория большая, где вся семья может провести хорошо время на свежем воздухе. Отмечу, в Либерецком округе проживают более 4 тысяч многодетных семей. Это те семьи, в которых трое и больше детей. И что важно, ежегодно их количество растет. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.